Многие, кто слышал название Redmi от компании Xiaomi, ассоциируют как исключительно мобильное устройство бюджетного сегмента. Но немногие знают, что под этим брендом выпускают еще и роутеры. Сегодня взглянем на Redmi AC2100. Redmi AC2100, в свою очередь дебютное устройство из роутеров, которое получилось успешным и надежным, благодаря еще и возможности установки сторонних прошивок, стало поистине народным. В модельном ряду роутеров от Xiaomi есть другая модель, от C2100, но это совсем другое устройство даже внешне. Сегодня поговорим именно о Redmi. Начнем с комплектации, которая ничем не отличается от конкурентов. Сам роутер, большой блок питания на 12 вольт и полтора ампера и небольшой патч-корд. Различные бумажки для настройки, QR-код для скачивания приложения и управления роутером. Устройство, кстати, совместимо с умным домом Mi Home. Слегка удивила забота производителя, каждая антенна защищена маленьким пакетиком, видимо, чтобы не пачкались или это некий троллинг, намекающий на то, что с нашим устройством ваш интернет будет надежным и безопасным. Само устройство легкое и довольно крупное, хотя внутри много свободного пространства. Внутренняя часть, кстати, имеет пассивное охлаждение элементов устройства за счет прилегания важных компонентов к металлической пластине. А благодаря большому количеству вентиляционных отверстий, как снизу, так и сверху, с охлаждением проблем быть не должно. Впрочем, я не особо заметил, что роутер грелся, хотя, правильнее сказать, вообще ни разу не ощущал его теплым. По материалу, корпус роутера пластиковый, матовый. Нижняя часть имеет одну небольшую претензию – это отсутствие виброгасящих ножек. Если роутер стоит на ровной и спокойной поверхности, то проблем нет, но у меня он стоит под столом на системном блоке. И мелкая вибрация от вентиляторов ощущается дребезжанием роутера по стеклянной поверхности корпуса. Мелочь, конечно, но этот нюанс можно исправить наклеиванием силиконовых ножек самостоятельно. Это, пожалуй, единственная мелкая претензия к устройству. Продолжая тему нижней крышки, теперь роутер можно подвесить. А как говорят пользователи роутеров от Xiaomi, прошлые модели были этого лишены. Ну, с дебютом, как говорится. Также на нижней крышке указана краткая информация о устройстве, QR-код и адрес сети для настройки устройства. Из индикаторов работы есть два светодиода – заметные, но не слепящие. Один сигнализирует, что роутер работает и загружен, а второй говорит о наличии интернет-соединения. Системный светодиод мигает, если вы сбрасываете настройки, горит оранжевым при загрузке системы и синим, когда устройство загружено и работает. Что касается разъемов коммутации, то все скромно. Имеется разъем для питания с весьма мелким и нестандартным штекером. Рядом углубленная кнопка сброса параметров. Далее четыре сетевых разъема RJ45. Все разъемы гигабитные, один из них ванпорт и три ланпорта. По количеству антен порадовало, что четыре из них на 5 ГГц, а две на 2,4. Почему порадовало? Потому что это логично, если роутер двухдиапазонный, а значит антенна должно быть больше у той сети, которая менее дальнобойная. Впрочем, производители роутера TEN до AC11 считают иначе. У них все с точностью наоборот. Был неприятный опыт знакомства, но это совсем другая история. Плавно перешли к техническим характеристикам. Как я уже сказал, роутер двухдиапазонный, 2,4 и 5 ГГц с поддержкой стандарта 802.11 AC, гигабитный ванн и 3 гигабитных ланпорта. Поддержка IP версии 6, поддержка мюмимо 2 на 2 и 4 на 4, бимформинг, ну а про возможность установки сторонних прошивок в виде подаванн или опенврт я уже говорил. По сути, установка сторонней прошивки не нужна, так как это именно то устройство, которое после пары минут настроек не трогаешь больше совсем, так как оно реально не требует больше вашего внимания и стабильно работает без лишних телодвижений. Впрочем, в целях эксперимента я поставил прошивку от подаванной, по сути, разницы не увидев в плане работы. Все было и так стабильно. Сейчас разве что добавилось несколько новых функций и возможностей, которые, по сути, мне особо и не нужны. Для тех, кого смущает китайский язык в родном веб-интерфейсе, то для автоматического перевода есть расширение Rumi Wi-Fi для Google Chrome, которое поможет в режиме реального времени найти необходимые параметры для настройки. Запутаться с настройками не выйдет ввиду своей простоты, но и продвинутые пользователи найдут массу необходимого для более детальной настройки. Впрочем, продвинутые пользователи установят стороннюю прошивку подаванной или OpenVRT, которая расширит возможности вашего роутера. Ну а для других пользователей хватит стоковой прошивки. Относительно мощности сигнала, то думаю, многие в курсе, что дальнобойность лучше у 2,4 ГГц, но имеет ограничения в пропускной способности. В то же время 5 ГГц более быстрая связь, но более низкая проходимость. Несмотря на это, я во всей квартире получаю положенные 100 Мбит по тарифному плану. Переход из комнаты в комнату дает в самой дальней потерю чуть больше Мбита. 2-3 бетонные стены не проблема для Redmi AC2100. Можно даже соседей сверху и снизу подключить без особых проблем, учитывая, что максимальное количество одновременных подключений устройств до 128. Хотя насчет преград в виде стен, то даже одна стена была проблемой для роутера Tendo AC11. Я искренне верю, что это был мой неудачный образец. Возможно брак, а не то, что это такая модель. Но об этом в другой раз. Подводя итог, некоторых может огорчить отсутствие USB разъема, но лично оно мне не нужно. Вся медиатека, IPTV, фильмы и сериалы я смотрю онлайн. Мне нет необходимости иметь сетевое хранилище, да и принтера у меня нет, поэтому лично для меня отсутствие USB разъема не имеет никакого значения. Относительно бесперебойной работы, аптайм роутера был 28 дней, ровно столько прошло с момента моей настройки. Все это время он работал без перезагрузки и каких-либо зависаний. Перед обзором я обновил прошивку. Разумеется, есть более производительная и надежная модель от того же ZXL. Кинетики хороши, но и стоят дороже. Также есть интересные варианты от Huawei с Wi-Fi 6, но это другая тема. А говоря о роутере Redmi AC200, это то устройство, которое делает главное. Оно работает без вашего участия. Недорого, стабильно и без нареканий. Настроили один раз и забыли. Я в свою очередь остался покупкой доволен, а значит и вам рекомендую. У меня на сегодня все. С вами был Евгенович. Всем пока.